Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучение недельной главы ЦАВ. И сейчас наступает 7 дней подготовки и посвящения коинов на службу в храме. Готовятся к 8 дню, который будет первого Ниссана 2449 года. Маше готовит огорона. И Всевышний сказал, что он его одел. Какая одежда огорона? Мы уже говорили об этом неоднократно. Одеваются сначала панталоны, это все лен, потом одевается хитон, это халат с поясом. Это все лен, выбитый лен, красивое, все белое. Маше так и делает, одевает постепенно, потом он одевает ему на этот хитон, на халат, мантию. Мантия это как цицит без кистей. Но, эта мантия непростая. Она сделана из голубой шерсти, чистой с голубой шерсти. Самый дорогой материал, что есть в храме, это голубая шерсть. Это шерсть покрашенная краской из улитки хилозон. Восемь тысяч улиток идет на один грамм краски. Одел эту мантию, в ней по низу мантии идут колокольчики и гранаты. Золотой колокольчик и гранат. Гранат сделан из голубой шерсти и багреницы и черницы. Тоже шерсть. Льна в мантии нет. Ворот у нее, как ворот кольчуги, чтобы не порвался. Крепкий. Одел мантию. После этого на мантию сверху маше одел на горона хитон. Не хитон, это называется айфот. Это передник первосвященника. Передник сделан из голубой шерсти, багреницы и черницы и льна. Из золотой нити. И этот, как называемый, передник, он служит для того, чтобы на него одевался хошен, на грудник первосвященника, с двенадцатью камнями. Но на погонах у него два камня оникса. На этих камнях вырезаны, как на печати, имена двенадцати колен Израиля. Все двенадцать номер Якова. В комментарии пишут, по порядку рождения были на каждом камне по шесть имен. Золотыми шнурками сверху он соединяется с хошеном, с нагрудником первосвященника. Хошен представляет собой прямоугольник, в котором есть четыре ряда камней по три. Драгоценные камни, бриллианты, сапфиры, изумруды, яшма, оникс. В общем, разные камни идут, и на каждом камне вырезано, как на печати, тоже имя каждого из колен Израиля. Там камни стали золотые оправы. И золотыми колечками они соединены с канатиком золотым и соединяются с погонами айфода. А внизу также золотые колечки, и крепятся они к айфоду голубыми шнурками, то есть дорогая шерсть, голубая. И там тоже колечки на пояске, все это затягивается, чтобы не мог взвинуться к хошенцей фода. Это отдельная заповедь. Очевидно, когда менялись первосвященники, и заступал один вместо другого, то они не все были одного роста. И для того, чтобы регулировка была, видно, были эти шнурочки из голубой шерсти. Вот так. И этот хошен, нагрудник первосвященника, он был длиной в пять и шириной в пять. Это около 25 сантиметров, 25 на 25 сантиметров. И он был двойной. А внутри, Маше вложил в него урин витумим. Мы не знаем, что это такое. Маше нам не сообщил. Работает какой-то компьютер. То есть, если нужно решение глобальное для всего народа, типа идти на войну или не идти на войну, то приходит, написано в Торе, что приходит его сын Нуна и спрашивает у первосвященника Элязара решение у Рим пред Богом. Он приходит, и Элязар молится, и Всевышний заставляет с помощью рим витамин светиться эти камни на нагруднике первосвященника. А на этих камнях, во всех именах, есть 22 буквы алфавита. Всего алфавит встречает святого языка, всего 22 буквы. И они по очереди светятся, складывают эти буквы, и получается ответ идти на войну или не идти. Вот такие глобальные вопросы. Для частных вопросов это не может быть. Только для всего народа. Вот так. Потом еще говорится, что у первосвященника идет тюрбан. Тюрбан идет льняной, белый. И на лбу первосвященника крепится золотая пластинка, циц называется, с именем Всевышнего. Это для того, чтобы искупать вину сыну в Израиле, если будет совершена ошибка в святых приношениях. Он искупает этот венец. И соединен он также голубым шнурком. Крепится со всех сторон на тюрбане. Этими шнурками, чтобы он хорошо держался. Вот так вот. Это все восемь одежд первосвященника. И так Маше одел первосвященника Гарона сам. После этого говорится, что Маше собрал все. Шатер был собран. Вставлен на него и ковчег, и минора, и стол предложения, и маленький жертвник. И большой жертвник в Заре храма. И еще есть умывальник, который Маше тоже составил. И налил у него воды, который стоит между шутром откровения и жертвником. Медный. И зеркал женщин, как мы уже говорили, его сделали. Маше помазал все предметы храма маслом для помазания. Также и помазал им коинов. Коины представляли собой Такой вид у них был на четыре одежды. Если у первосвященника восемь, у них четыре. У них также панталоны. Этот хитон льняной с поясом. Поясок, правда, идет не льняной. А голубой жерстик, багринец, черницы и льна. То есть совместно. Чтобы был красивый вид у коинов. И тюрбаны у них на голове идут остроконечные. Если у первосвященника кровные, у них остроконечные. Потом все вышли, сказал, Что с чем должен прийти агрон для начала службы? Он должен был прийти с молодым быком. Раша пишет до трех лет такой бык. Трехлетка. Считается молодой бык. И происходит жертва грехочистительная сначала за первосвященника. Все начинается как обычно. Режет жертву быка эту. И Маше обмазывает возвышение по углам жертвенника всесожжений во дворе храма. Вынимает из быка жировые части. Убие почки. Жир, который над тазом. Который над печенью. Отделяет друдно-брешную природу от печени. Все это Маше сжигает на жертвеннике. Он в этот день работает коином. Основную кровь он выливает у основания жертвенников всесожжений тоже. Потом пишется удивительная вещь, что Маше дает указание все вынести за стан вместе с кожей, с нечистотами, с внутренностями всю тушу быка, оставшуюся, и сжечь вместе выброса пепла вне стана. Но мы же с вами учили, даже в этой главе, что животные, кровь которых внесена в святилище, внутрь святилища, когда брызгается в сторону завесы, 7 раз, и мазаются углы возвышения на жертвенники для ароматных воскурений золотом, основная кровь выливается в основание жертвенника, и в этом случае тогда туша сжигается вне стана. Написано, животные, кровь которых внесена в святилище, сжигаются на огне вне стана. Но здесь никто в святилище не вносил кровь животного, и не брызгали в сторону завесы, и не мазали золотой жертвой, а все равно Всевышний сказал поступить так. Это правило вступления первосвященников в должность, вот так, такие правила, удивительные правила, которые совершенно не соответствуют тем, и никто этого бы конец, хотя это жертва грехочистительная, вот так получается. Но когда приходит жертва всесожжения, это баран, вот здесь как по уставу, то есть свяжуется баран, кровь берется и опрыскивается, окропляет жертвник со всех сторон, основная кровь выливается в основание жертвника, и сжигаются жировые части, сжигается все, буквально, быка режут на четыре части, это не быка, а барана в данном случае, и все сжигают, но шкура достается коину, который приносит эту жертву, вот такой закон, в общем, жертва всесожжения идет по обычному закону. Вот так. Ну вот это основное, что я сегодня хотел сказать, завтра будем говорить уже о жертве мирной, там немножко больше будет. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта Батесраэль, памяти Павел бен Ифим, Яков бен Ахум, Владимир бен Григорий, за здоровье Давид бен Фстелла, Светлана Батклара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Ицхак, Инна бат Мира, Борис бен Мария, Мойша бен Маня, Анна бат Ривка, Рахель бат Лилия, Полина пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Стелла бат Тойба, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Эфим бен Эстер, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Мэль, Евгений бен Берта, Евгений бат Ита, Фира бат Анна, Геннадий бен Елена, Елена бат Инесса, Ольга бат Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бат Фрида, Ида бат Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бат Белла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бат Берта, Ася бат Года, Марк бен Нина, Ира бат Вера, Леон бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана цепора бат Цара, Ида бен Хая Авива, Эфим бен Цоня, Майя бат Фаина, Алексей бен Ольга, Клара бат Броня, Гая бат Цари, Мазан Барсас Гула, Ирина бат Ри, Арона рей бен Ри, За хороший дух Арона рей бен Двойра, Дизь бен Нахум, Авигаль бат Цара, Хана бат Авраган, Рафаэль бен Лариса, Галья бат Гедалья, Парнаса и Брют Лагерь Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Борис Вен Марина, Алексей бен Наталья, всего хорошего Олегу Марченко, и всем тем, кому нет здесь в этом списке, кто меня просил, может я забыл, всем браха Парнаса Кавана, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть срочно закончена страшная война, и до следующих встреч, надеюсь, это состоится завтра в 10.40, шалом!